Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который прислал вот этот пользователь Never Say Oh My God. Never Say прислал тысячу рублей и написал «Привет! Надеюсь, тебе понравится и зрителям жуткий допрос». Never Say, во-первых, здравствуй. Я помню, человекам всегда заказывают такие ролики, как сказать. Во-первых, у нас познакомился с каналом Агат Кристи, там такие расследования, ну, такие детективные расследования. А во-вторых, что немаловажно, Never Say всегда покрывает комиссию, и он всегда округляет суммы до осени. Хорошенько округляет, за что ему огромное спасибо. Never Say, спасибо тебе большое. Это раз. А во-вторых, эти ролики, наверное, выпущены немножечко пораньше, чем остальные, но всё-таки заказной, потому что... Имейте в виду, я здесь вот... Сейчас, секундочку. Потому что я... Сейчас я вам открою и покажу. Кое-что покажу вам. Как открыть-то здесь? Вот так вот. Смотрите. Друзья мои, смотрите внимательно. Я... В общем, вот, я уехал. Если вы... На тот момент, когда вы смотрите этот ролик, меня уже нет дома. Я вернусь не скоро. Ну, скоро вернусь, через две недели меня не будет дома. Поэтому заказы... Может заказы, конечно, присылайте, я не против. Только имейте в виду, что он будет отсмотрен, снят, смонтирован не скоро. Где-то в начале... В следующем месяце получается только уже. Только в апреле. Да, теперь только в апреле. Раньше не получится. Может быть, только если кое-как я смогу изловчиться. Может быть, в конце марта. Может быть. Это очень сомнительно. Все. С этим разобрались. А теперь начинаем смотреть ролик. Ролик называется «Самый странный допрос, который я видел». Лайк. Наблюдатели. Канал называется «Наблюдатели». Лайк. Комментарий для развития наблюдателей. А вы, друзья мои, проделать те же манипуляции со мной? Комментарий напишите мне. Лайк поставьте мне. А я начинаю начинать. Если что, на оригинал ссылки в описании внизу есть. Если кто хочет, можете передать привет. К тому, кому понравится этот ролик, пожалуйста, приходите. Это не возбраняется. Можете от меня привет передать. Ебать, рукашли, типа. Жутко, жутко. В мире не так много дел, из-за которых странам приходилось менять законодательство. Обычно... Что, из-за которых? Не так много дел, из-за которых... Из-за которых... Дел из-за которого... Интересно. Обычно для этого должно произойти нечто экстраординарное. Эта история одна из таких, однако в первую очередь она интересна не этим, а одним из самых, если не самым, странным полицейским допросом. История начинается в 2006 году с пары Хезер Куан и Райана Уоллера. На момент, когда произошла эта история, Хезер было 17 лет, она закончила школу и думала о поступлении в университет. Райан же уже учился в том университете, в который собиралась идти Хезер. Молодая пара снимала жилье в городке Дезерт Хилл в Аризоне. 25 декабря пара должна была приехать в гости к отцу Райана на рождественские праздники. Однако, когда этот день наступил, пара так и не появилась в его доме. Отец Райана попытался связаться с сыном, но его попытки не увенчались успехом. Мужчину охватило тревожное чувство, ведь такое поведение было не характерно для его сына. В США есть такое понятие, как «wellfare check». Это когда полиция приезжает к кому-то, чтобы проверить, все ли у него в порядке. «Wellfare check» Отец Райана попросил полицейских проверить дом, арендуемый его сыном и Хезер. Полицейские выехали по указанному адресу и по приезде. «Тема хорошая на самом деле, да. Тема хорошая. Чего нет? Приехал посмотреть. У нас, не знаю, есть такая тема, полиция. Надо посмотреть быстро». Обнаружили странную картину. Сперва патрульные постучались в дверь, но в ответ не было никакой реакции. В доме было темно. «А нет, есть, есть, да. Вспоминаю, я раньше рассказывал, думал скроллингом занимался, смотрел всякие новости. Да, есть такое там, типа не выходит на свет. Я не знаю, есть ли у этого термин название. Да, есть такой, типа выходит полицейский смарт. Да, да, есть такое». Поэтому через окно невозможно было что-то увидеть. Один из патрульных крикнул. «Это полиция. Мы просто хотели убедиться, что у вас все хорошо». В ответ на это дверь дома открылась, и перед полицейскими оказался Райан. «Я думал, выстрел раздались от веса». На его лице было несколько ран. Больше всего внимания приковывал огромный синяк на левом глазу. Райан молча стоял напротив патрульных и будто смотрел сквозь... «Ну да, значит, правильно, кто-то был». Заглянув вглубь дома, патрульные увидели девушку, лежащую на диване. Конечно, логичным было предположить, что это была девушка Райана, Хезер Куан. «Ну, в принципе, да». Внимание полицейских вернулось к Райану. Полицейские задали ему вопрос. «Парень, что с твоим глазом?» В ответ на это Райан невнятно сказал. «Я не знаю». «Я так и думал, что вы скажете, или я не помню, что ли вы такое». «Я не знаю, что с моим глазом». Тогда полицейские спросили разрешения войти внутрь и проверить, как себя чувствует девушка на диване. В ответ на это Райан сказал, что она в порядке и она спит. Конечно, патрульных не мог устроить такой ответ. Настояв на своем, они прошли внутрь и увидели Хезер, лежащую на диване с пулей в голове. К этому стоит добавить, что девушка уже была мертва по меньшей мере два дня. Конечно, в эту же минуту Райан был арестован. И с этого момента мы приступаем к разбору одного из самых, если не самого странного полицейского допроса. Для нас... Так, по-любому что-то здесь... Ладно, давайте. Сначала стоит сказать, что перед тем, как попасть в участок, Райан уже провел в полицейской машине несколько часов. Примерно в пять утра его привели в комнату для допросов. Парень выглядел немного потерянным. Через пару минут он обратил внимание на наручники. Обычно их применяют, когда допрашиваемый может быть опасен. Райана же не посчитали таковым и не стали приковывать его к столу. Однако он сам по какой-то причине надел их на себя. Ха-ха-ха! Может, посчитал себя опасным? Или может, знает, что сказать? Чего-то. Следующие пять минут он провел, положа голову на стол. Иногда он издавал что-то типа стонов. Потом внезапно... Он попытался уйти, хотя он сам надел на себя наручники и должен был понимать, что это невозможно. Под кайф, походу. А ну кулаки смотрите. Все разбиты, ё-моё. После этого в комнату зашли полицейские. Но перед допросом они для чего-то сфотографировали ноги парня. К слову сказать, он все это время по какой-то причине был без обуви. Процесс фотографирования занял примерно 10 минут. Ну я примерно догадываюсь, для чего ноги сфотографировать. Может, там типа по дому ходил, может быть, и среди остались. Ну как это называется? В течение этого времени парень несколько раз говорил, что хочет спать. Когда же процесс фотографирования был закончен, началось само общение детектива с Райаном. Разговор начался со стандартных вопросов. Типа, как твое имя, когда ты окончил школу и тому подобное. Потом детектив перешел к вопросам, которые уже касались самого расследования. Уже с первых минут понятно, что в этом допросе что-то неправильно. В нем ощущается что-то странное. Детективу понадобилось более 40 минут. Для того, чтобы понять причину. Удастся ли вам уловить ее до окончания допроса? У тебя есть девушка? Нет. Ты знаешь девушку по имени Хезер? Угу. Ты знаешь фамилию Хезер? Угу. Какая у Хезер фамилия? Не знаю. Та, что живет здесь сейчас? Наверное. Я не знаю. Ее... Ну он же сейчас говорит какие-то немножко связанные вещи. Ну, не совсем дает себе отчет, о чем он говорит, я так понимаю. Какое имя Хезер? Какая у нее фамилия? Я не знаю, какую фамилию она использовала. Я не знаю, использовала ли она настоящую фамилию или прозвище. Какое у нее прозвище? Может быть, это ее фамилия. Кайман. Кайман? Как пишется? Через Кей или через Си? Кей? Продолжай. Я не знаю. Сколько Хезер лет? 16 или 17? Мне кажется, отпускать не считает уже. Он такой уже... Ну, слышите, староможный такой. Она белая девочка? Да. Как вы познакомились с Хезер? Я знал ее... Со школы. Не знаю. Вы знакомы со школы? Она ходила на брендовое имя. Не знаю. Она ходила на брендовое имя? Она ходила со мной на курс брендовое имя. А, ясно. Вы вместе ходили на урок по бизнесу. Угу. Хорошо. Я на паузу зажал, что ли? Такой тишина идет. Что случилось с твоим лицом? Я не знаю. Несколько минут назад ты сказал офицеру, что кто-то тебя ударил. Ты помнишь, кто тебя ударил? Я не знаю. Думаю, это была Хезер. Зачем Хезер тебя бить? Я не знаю. Это был несчастный случай. Я забыл, зачем. Какой несчастный случай? Какие-то драматичные паузы делает этот специйский случай. Фамилия Хезер? Нет. Какой был несчастный случай? Хезер меня ударил. Чем ударила? Рукой. В глаз. Там я вот сильно, понимаешь, что у него в глаз как заплыл-то, блин. Вы поссорились? Не совсем, нет. Не совсем? Неа. Что случилось, что она тебя так ударила? Она ударила меня случайно. Она помогала Кристине. Она что? Она помогала Кристине с волосами, типа, я не знаю. Кто такая Кристина? Она была на диване. Кристина была на диване? Я уверен, под кайфом. Ну или отпускает его уже, или что-то такое. Какая у Кристины фамилия? Я не знаю. Как она выглядит? Я правда не знаю. Кот, сука. Ты не знаешь? Неа. Мне просто по столу кот ходит. Правда не знаю. Какого цвета её волосы? Каштановые. Длинные. Средние. Сколько лет, Кристине? Двадцать, наверное, я не знаю. Ты знаешь Алишу? Неа. Кот! Сука-то усатая. Ты не знаешь Алишу? Неа. Она живёт в твоём доме. Ты знаешь парня по имени Эрик? Угу. Какая фамилия у Эрика? Он пытался мне отплатить. Грин, чего-то там. Отплатить? И потомстить? Его фамилия начинается с Грин? Да? Да. Хорошо. Где сейчас, Эрик? Я не знаю. У тебя есть его номер телефона? Нет, правда нет. Хорошо. У тебя есть номер Хезер? Ты не знаешь? Неа. Номер Кристины? Неа. У тебя нет ничьих номеров? Неа. Что случилось прошлой ночью? Я не знаю. Ты не знаешь? Правда не знаю. Я просто хочу поспать, поспать. Здесь гриво отпускает. Ты помнишь, что Хезер ударила тебя в глаз, так? Я не помню, потому что я лёг и пытался уснуть. Ясно. Я правда не знаю, чем все занимались. Кто был в доме, когда ты лёг спать? Кристина и Хезер. Кристина и Хезер. Угу. Хорошо. Кристина лежала на диване? Хезер лежала. Хезер лежала на диване. Минуту назад ты сказал, что Кристина была на диване. Я не знаю, правда, не знаю. Ты не знаешь? Я уже... Честно, не знаю. Я уже... От его наркоманских вот этих мыслей, я чё-то сам уже запутался, о чём кто, кто есть кто, блин. Или не хочешь говорить? Я правда не знаю, честно. Я просто хочу уйти и поспать. Ты никуда не пойдёшь. Разве что только в камеру. Ты знаешь, что произошло в твоём доме прошлой ночью? Неа. Это твой дом? Ага. Твой или родителей? Мой. Ты купил этот дом? Ага. Хорошо. А что случилось? А? Я не знаю, что случилось. Ты весь побитый. Так ведь? Расскажи, что случилось. Не знаю, я просто... Вы ему зеркало покажите, он не видит сам себя. Я хочу спать. И всё. Помнишь, что случилось с носом? Его бы ты сильно зажали. Я не знаю. Кто-то схватил тебя? Или ты подрался с кем-то? Нет. Мне нужно идти. Мне нужно поспать. Я устал, чувак. Вот и всё. Я даже ничего не сделал. Я хочу поспать. Помнишь, когда это случилось с твоим глазом? В час. Может, раньше. Я не знаю. Я не знаю. Ты знаешь девушку Эрика? Да. Как её зовут? Хэзер. Хэзер девушка Эрика? Угу. А кто такой Эрик? Я уже запутался у них. По-моему, Эрик это сосед, он сказал его, да? По-моему. Алиша. Девушка, которая живёт в твоём доме. Угу. Ты её знаешь? Угу. Что с ней? Помнишь, во сколько она пришла домой прошлой ночью? Не особо, а что? Я просто спрашиваю. Не знаю. Правда не знаю. Хорошо. Она сказала, что когда пришла домой прошлой ночью, у тебя уже был такой глаз. А. К тому же... Так. Угу. Помнишь, кто впустил её в дом? Думаю, да. Ты уже был с побитым глазом? Это случилось вечером после того, как она вернулась. Где-то в два ночи, я уже спал. Угу. То есть она вернулась в два ночи? Да, я не знаю, откуда. У тебя обычно всегда так темно дома? Да? Да. Хорошо. Да, я экономлю. Я экономлю на свете. Хэзер. Ты говоришь, она девушка Эрика. М-м-м. Или твоя девушка? Хэзер? Да. Моя. Хэзер твоя девушка. Хорошо. Хэзер, была у тебя прошлой ночью? Угу. Ладно. Хэзер это с тобой сделала? Что? Твой глаз. А-а-а. Кто с тобой это сделал? Алиша. Теперь это сделала Алиша. Ага. Клянусь. Я даже не вру, клянусь. Ладно. Зачем Алиша это с тобой делать? Зачем? Без понятия. Ты разозлился на Алишу? Нет, я не знаю зачем. Может она что-то обнаружила? Ты вас слышишь, как он говорит, если вот... Вот без зазвучки, блядь, услышишь, там как... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лечь такая старможенная, ну... что она обнаружила я не знаю я дива пьяный был вот они пьяные тоже так бывает помречь сильно стромужена или скорее всего как наркотой не знаю чувак я не знаю я просто хочу поспать чувак и все раян а что в твоей гостиной мертвая девушка она мертва да хазер я не знаю я хочу знать что произошло в твоем доме прошлой ночью девушка на диване мертва я не знаю была ли она на диване она мертва пришли все эти люди ричи его отец они стреляли стрелами из лука понимаете о чем я дам в меня конь боджек вот есть сериал такой конь боджек там есть момент уже не нахераси наркоты и давай там там такие приходы и такие я книги пишу я вижу такую книгу а потом по трезвому сел и в нее вот и все газор там не было эрика тоже там были только я и хазер ты хазер были там что случилось потом на этом все ричи его отец пытались ворваться сзади ричи его отец кто такой ричи я не знаю очевидно ты знаешь тебе известно его имя он там жил он твой сосед был раньше они ударили тебя до теперь тебя ударил ричи не хазер не от ричи его отец ричи его отец они тебя ударили да зачем потому что пытались забрать свои вещи не знаю ищет а зачем и у них были м лук и стрелы еще арбалеты но чаки три суп цыда всякий у ричи было два револьвера но у него не было патронов ты же сказал что у них были лук и стрелы теперь у них револьверы именно у них были револьверы у них были револьверы да что случилось потом они стреляли в нас из них стреляли в обоих да куда они стреляли мне выстрелили в глаз тебе выстрелили в глаз кажется да из револьвера наверное я не знаю чувак что случилось потом я не знаю такие вопросы стоять сюда ты много чего не знаешь райан не знаю правда ты стрелял в хазер слышал у тебя было много пистолетов дома но вообще сколько я знаю я тоже дать уж не буду но там берется оружие экспертизу там делается порох это все это не помню где-то фильм какой-то было там про все рассказывал и показывается даже как это происходит когда стреляешь пороховые газы на тебя попадают надежда все это все это делается экспертиза показывается кто стрелял там да нет не помню не помню где это было или документальный фильм смотрел или просто к сериал хрена помощи такой есть короче там интересно про криминалистику как все это работает ты же знаешь что мы проверим ага почему бы честно не рассказать что произошло я тебе не верю я правда не знаю чувак честно я бы все рассказал клянусь почему бы не рассказать правду ричи пришел со своим отцом я не знаю зачем я не знаю я не знаю зачем но они применили удушающий захват применяли стрелы я пережил такое дерьмо они применяли к тебе удушающий захват да что это такое я не знаю правда я не знаю я не знаю как и как дарт вейдер ну конечно ты остаешься смеяться знаю чувак ты говоришь что они тебя усыпили что такое удушающий захват я не знаю тогда объясни я услышал это тебя объяснить что значит удушающий захват я правда не знаю чувак правда не правда не знаю ясно ты говорил мне во первых ты не в себе ты ведь ты так что это понял что ли лук и стрелы револьверы и что-то еще и сказал что они выстрелили тебе в глаз да они выстрелили тебе из револьвера в глаз да именно это был пневматический пистолет нет это был настоящий пистолет а не в принципе матика да в принципе вполне возможно да 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 вполне смотри для пневматикой там пулька конечно маленькая но все равно эффект такой что может быть да да я на руке я на ноге видел от пневматики ну грубо говоря пускай даже покажу здесь вот если точка стоп пойдет вот там ну разлет такой кровь будет да кстати пневматика может быть я даже не подумал об этом чувак револьвер если бы они выстрелили тебе в глаз из револьвера ты бы сейчас со мной не говорил откуда вам знать скорее всего ты бы умер я думал также чувак я правда не знаю понятно я правда не знаю я просто хочу спать лезть в постель ты не пойдешь спать понимаешь этого не будет тогда что случилось что мне нужно сделать просто скажите мне во первых убери ноги с моего стула во вторых что случилось с хазер я не знаю правда ты сказал что ричи его отец выстрелили в хазер это правда да они выстрелили из револьвера да они не использовали другие пистолеты пришли с этими откуда они пришли они вломились сзади сзади твою дверь или в другую в заднюю дверь в заднюю дверь на кухне зачем им приходить в рождество я не знаю правда честно не знаю они вломились или ты впустил их я их впустил что случилось потом они начали стрелять дома из пистолета хорошо что случилось из пистолета пулемета из потом ничего что случилось хазер хазер подстрелили куда ей выстрелили в лицо один раз ей выстрелили в лицо как далеко ты был от нее когда ей выстрелили в лицо это было после того как меня выстрелили я ничего не слышал тебя выстрелили первым что произошло ты упал на землю да я пытался встать но не мог хотя с другой стороны ты травмат мог быть взрослым там пули вне в голове я не знаю потом выстрелили в нее и что ты сделал ничего ты позвонил 911 нет ты проверил жива ли она она просто спокойно спала я дал ей поспать ей выстрелили в лицо и ты дал ей поспать да это нелогично райан я знаю я не хотел мне жаль я не знал что она умирала потому что в меня тоже выстрелили я тоже мог умереть это сейчас не тогда я не знаю ты сейчас говоришь что в тебя выстрелили да в глаз да из револьвера да понятно ты видел как ричи и его отец выстрелили в нее я пропустил это пропустил они выстрелили в тебя первым хорошо она под одеялом я спрашиваю она под одеялом я не знаю ты говоришь она в гостиной да была помнишь когда пришел ричи с его отцом где-то в два ночи нет в два часа ночи ты уже был тут я не знаю когда они пришли честно не знаю ты знаешь эшли она твоя соседка верно нет она в соседней комнате нет нет тогда где она его дочь чья дочь дочь отца ричи дочь отца ричи дочь отца ричи эшли клянусь я не знаю я просто хочу домой поспать я не знаю ясно она пришла домой в 9 часов 30 минут и ты открыл дверь и так ты выглядел в 9 часов 30 минут в рождество эшли пришла домой ты ее впустил да понятно я не помню не знаю убери ноги с моего стула я не знаю чувак я не знаю чувак райан скажи мне правду потому что в твоей истории нет смысла я пытаюсь я не знаю спрашивайте что угодно я скажу правду я пытаюсь но ты даже близко не подошел правде давай может это его правда ну тут видишь под чем-то блин или пьяный был сильно-сильно или под скорее всего наркотой эти спрашивайте потому что чересчур какой-то заторможенный чересчур уж глупость обидет что случилось с тобой и хэзер прошлой ночью ее отец пришел и начал стрелять в доме и застрелил ее ее отец ричи ее отец или ее брат да ее отец ее отец застрелил ее ага ладно и потом ушел ага и что сделал ты я пытался снова заснуть после того как тебе выстрелили в глаз ага ты не позвонил 911 почему ты не позвонил 911 тоже хотел спать потому что я хотел пас я уже его ответы знаю спать и все ты видел как ричи его отец пристрелили твою девушку и ты просто хотел поспать типа того чувак не знаю правда не знаю райан посмотри на меня райан да я не знаю чувак правда зачем ты пристрелил хэзер райан я не стрелял в хэзер в нее стрелял ее брат один раз клянусь ричи да ричи пристрелил собственную сестру да я клянусь по-моему он говорит другой чувак стрелял типа отец стрелял в дочь свою сядь это не я а тебе выстрелили в глаз да вот и все убери ноги со стола пожалуйста у меня болят ноги не знаю почему убери их с моего стола и дай посмотреть на твой нос опусти ноги наркоман павлик смотрели когда-то я давно смотрел не помню много чего отдельный момент помню когда что-то не другу пришли он такой сидит мягкие зубы мягкие зубы зубы мягкие опусти ноги нагнись поближе голова болит не догонись поближе такой ты чё блять не обманываешься кого не держишь ты говори правду ладно ты чё-то смотришь ты врач что ли врача вызови блять пускай осматривает его я скоро вернусь райан а я пригласил пожарную службу чтобы тебя осмотрели пожарная они отвезут тебя в госпиталь отвезут в госпиталь мы доставим тебя в больницу зачем если посмотреть на твое лицо и поведение в этом всем нет никакой логики мы просто убедимся что ты в порядке мне нужно поспать чувак в этом и проблема если у тебя травма головы тебе нельзя спать а почему типа сотрясение музыка если я чуть не знал сядь сядь садись мы подождем здесь пожарную службу кто такой ричи почему пожарная служба не пойму пожарный отвезет в больницу ричи я слышал что в этом во франции так очень дорого скорую вызывать и там бывает пожарных вызывают я слышал про такое лично не не участвовал при этом услышал что в франции так и практикует его отец он раньше жил там какая у него фамилия даже не знаю не знаю ты не помнишь когда тебя подстрелили думаю в меня стреляли только раз в глазное яблоко потом ты просто захотел спать а ладно ладно ты вернулся в постель после нет под стол лёг перестрелки у вас хазер были отношения такие долгие паузы делают как вы знаете как будто как в фильме делают снимают это там драматические паузы выдержит это все такое после перестрелки нет не после перестрелки перед перестрелкой да хорошо она была твоей девушкой типа того не совсем зачем ричи ее отцу стрелять в тебя потом в нее в этом нет смысла они пришли и начали во всех стрелять не знаю зачем я правда не знаю хорошо ричи это брат хэзер ты сказал это был отец хэзер это был отец хэзер или это был ричи его отец ричи его отец хэзер тут ни при чем хорошо хэзер не в родстве с ричи его отцом вот это по-моему говорил что ричи короче не просто строй так он сейчас сделал вывод а когда ричи с тобой жил не знаю где-то неделю когда не знаю неделю две недели месяц назад наверное ладно пожарная служба тебя осмотрит возможно тебя доставят в больницу возможно здесь перевод неправильный наверное перевод неправильный почему к пожарной службе смотрит может быть имеется ввиду экстренная служба а они теперь влево пожарные возможно в этом смысл наверное хорошо ты меня понимаешь да хорошо они о тебе позаботятся оставайся тут лишь почти через 40 минут общения детектив понял что тираны которые есть на лице райана действительно могут быть настолько серьезными что он путается в мыслях из-за них в а встрече не мозга точно этом детектив не ошибся ведь в голове райана было четыре пулевых отверстия на себе райан не совершал никакого преступления он также как и хэзер был жертвой только в отличие от нее он выжил 23 декабря 4 пулевых не знаете я слышал сейчас скажу передача передача следствие ввели следствие ввели там такую историю слышал что с маузер что ли какой-то пистолет такой был чуваку стрянул в затылок и он типа сначала в больницу пришел сказал что нет иди отсюда а потом он умер такое да вот было нихренность как бывает оказывается бри за два дня до того как полиция приехала в дом райана два человека 23-летний ричи карвер и его отец лари карвер проникли в дом райана именно о них райан путаясь в мыслях говорил на допросе какое-то время ричи жил в одном доме с райаном и хэзер но пару недель назад ричи подрался с хэзер и райан выгнал его из дома ричи решил отомстить стивка подрался молодой паре 23 декабря ричи и его отец пытались проникнуть в дом райана райан увидел их через окно он пытался заблокировать дверь но преступники были вооружены они сделали несколько выстрелов в направлении райана одна пуля прошла сквозь нос райан ах ни хрена себе следующая пуля попала ему в глаз она отколола от черепа несколько осколков которые попали в мозг парня еще одна пуля была выпущена в затылок райан рухнул на пол преступники были уверены что он мертв следующая пуля уже была выпущена в голову хэзер на этот раз хватило одной преступники украли несколько ценных вещей и скрылись ни хрена себе а я его на команде обвиняю сижу предполагается что хэзер умерла мгновенно райан же провел без сознания пару часов после того как он пришел в себя его мозг был поврежден и он уже не понимал что происходит вокруг он увидел хэзер на диване подумал что она спит поэтому сам отправился в кровать следующий день он провел как зомби бродя из угла в угол комнаты опять же не понимая что происходит вокруг сейчас и что уже произошло до этого я решил сначала медики должны были смотреть его конечно прибывшие полицейские решили что именно райан убийца я весь ролик думал до этого момента что это так и есть они подумали что тираны которые были на его лице парень получил когда пытался убить девушку но он был такой же жертвой как и она ему не было оказано никакой медицинской помощи на него мгновенно надели наручники и посадили в полицейскую машину а вот если бы полицейского сначала бы медикам показали бы его тогда бы все понятно там дожидаясь допроса он провел целых 6 часов это при том что для этого парня каждая минута была на счету вот именно ведь в его голове в это время происходили необратимые процессы после 6 часов в машине райан провел еще два часа в участке где также никто не придал значения ранам на его лице в итоге только через восемь часов после того как райана обнаружили полицейские ему была оказана медицинская помощь что же касается преступников напавших на райана и хэзер то их очень быстро арестовали ведь они особо и не скрывались будучи уверенными в том что у их преступления не было свидетелей ричи очень быстро был приговорен к пожизненному тюремному заключению что касается второго нападавшего то его жена призналась полицейским что он рассказал ей об убийстве райана и хэзер однако когда дело дошло до суда она отказалась давать показания по закону она могла так поступить ведь лари был ее мужем однако позже был принят другой закон который был назван законом хэзер этот закон отменил право супругов не давать показания против друг друга в итоге в 2000 вот о чем вначале говорилось про закон который изменил ну дело который закон целый изменил ну интересно интересно в 2011 году ларри карвер так же как и его сын был приговорен к пожизненному тюремному заключению к сожалению к моменту когда райан был доставлен в больницу его мозг был поврежден настолько что докторам пришлось удалить оба глаза парня а также часть мозга он стал полностью беспомощным и был вынужден вернуться к родителям до тех пор пока не умер через 10 лет после этого случая его отец был невероятно зол на полицейских ведь некоторые медицинские эксперты утверждали что операция парня могла бы пройти намного успешнее если бы ему была оказана помощь на 8 часов раньше те самые 8 часов что он провел в полиции я скажу сразу если вы смотрели бы только изначально я об этом говорил я думал что под кайфом а оказалось ну вот как ужас конечно вот это да вот это да вот оно как оказывается бывает тут я блин детективы в жизни детей еще блин случай бывает в книге такой не напишут ладно вот такая вот сегодня реакция получилась с вами понравилось нет напишите комментариях ставьте лайки делайте репосты будьте клевыми всем пока делай как по кайфу родной только в рамках дозволенного